всем доброго времени суток вот с андреем мы собираемся на рыбалку сейчас в андрюхе находимся на базе в андрюхе какой-то катер подогнали на ремонт что-то там андрюха с ним будет делать вот такой вот на воздушной подушке флага у андрея в этот раз на цеху нету метален чего флаг порвало до разорвало флаг временно временно флаг недоступен но сейчас его обязательно по шьют и повесят новый еще давай начнем потихоньку че андрей ты готов всегда готов андрюха сейчас у нас на нервной почве до немножко да там что-то там рабочих андрюха сейчас там а громко-громко кричал что-то у него там по бизнесу не лады но тем не менее мы все равно собираемся на рыбалку это моя лодка которая отходила 4 сезона ну сейчас она расстелена и накачана не для того чтобы брать ее на рыбалку на рыбалку нас уже загружен другой комплект а для того чтобы его подклеить и подремонтировать за 4 сезона лодочка конечно за такую эксплуатацию подустала вот на мы сейчас будем помаленьку грузиться главное чтоб ничего нашем сезоне это для открытия сезона 2017 ничего не забыть продолжаем подготовку к рыбалке андрюха там на нервной почве наводит порядок и перед рыбалкой давая на пустующее ценное указание рабочим и мне конечно сказал ну говорит санек быстрее говорит собирай машину говорит увози меня отсюда пока я тут дел не натворил то есть я быстренько по приказу андрея упаковал машину как он сам сказал чтобы он тут дел не натворил на нервной почве в горячке сейчас уволит тут весь цех нахрен и поедем на рыбалку андрюха весь на взводе что в принципе мне не очень конечно хорошо андрюхин парк раритетных машин пока он там наводит порядке позырю ну вот не успели мы поехать на рыбалку судьба нас заставила вернуться обратно возвращаться это конечно плохая примета но куда деваться открытие сезона дается нам тяжело но если вспомнить открытие прошлого по сезона андрей николаевич на чем мы лодку ездили покупали забудь такие вещи многозначные то я думаю в этот раз мы не поедем за новой лодкой но возвращаться нам видите опять пришлось чтобы собраться укомплектоваться нам до конца вот ладно чушь поделаешь судьба у нас такая катер модный глиссер дата андрей да пишешь и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, приехали мы с Андрюхой на рыбалку, разгрузились, накрыли стол. И, как положено, за открытие сезона надо, конечно, употребить святое дело. Сам Бог велел, лодка валяет, собак стоит. Ну и что, Андрюш, давай за рыбалку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, сегодня мы все-таки с Андреем решили на воду не вставать. Открыли сезон, взяли стульчики, вышли на берег, красивейшие горные речки. Мы видим, что в данном участке река открыта, несет льдины. Вот они, льдины, плывут. Вот, вода упала в очень критическое состояние за зиму. Вот. Идут палы, и видим, что солнце такое через дымку идет. На Дальнем Востоке всегда это, конечно, как ни крути. Это, конечно, весна, осень, это времена палов. Я вообще не понимаю вот этих вот удодов, ну, слов больше нету. Вот зачем это вот все поджигать? Уже сколько у людей квартир спалили, вернее, не квартира, а вообще жилища спалили, да, Андрей? Вот этими палами, блин. Ну, сколько... Деревня тащит. Деревни. В прошлом году мы были на Бурье, кстати. Олег Гальцев, тебе привет, дружище, блин. Мы были примерно... Малиновка там была, помнишь? Да, Малиновка на глазах сгорела у нас на горной речке Бурья. Мы были год назад. Ну, мы были в мае, перед 9 маем. Ну, примерно где-то месяц назад. Да, месяц... Кстати, вот в это время, только месяц. Месяц позже. Вот. Ну, вот с Андрюхой мы, короче, собрались прямо на речке. Ну, что, Андрюш, смотри, что у нас стоит. Наливай. Да сейчас наливим, сейчас. В принципе, мы правильно приняли решение, чтобы уже горячку не пороть. Завтра пойдем. Не стартовать, конечно, завтра мы пойдем. Завтра пойдем. Закусывать и там возле стола будем. Да? Что у нас там? Где-то боремся. 27-й регион. Хабаровская. Хабаровская. Проверенная. Ой, хоть дышу это. Воздухом свободы дышу, ты знаешь, это вот реально. Не, ну, вообще, кайф, конечно, посидеть на речке вот так вот. Цель однозначно не поймать рыбу, да? Не просто. Да почему не поймать? А что у тебя, жаба душит? Что? Поймать? Тебе что, жрать нечего? Ну, к столу подойди, покушай ты, что-то поймать хочешь. Ха-ха-ха-ха. Ну, что, надо налить поди, Андрей Николаевич. Это уже давно пора бывает. Да? Конечно. Ну, давай, поди налью. На свежем воздухе. Близко не подходи, это. Да? Да, что будет. А то поди не поймет, блин. Смотри, уже везде не вахт. Пошла. Наш подтаивает. Давай. Ну, красота, конечно. Она всегда красива. Тишина. Тишина. О, несет льдинки, шугу. Ну, тепло просто неумоверно. Честно скажу, я вот первый раз вижу такую раннюю весну теплую. Просто тепло. Просто тепло. Ну, вот, короче, сидели с Андрюхой, отдыхали. Пришли мужики. Попросили помощь. Ну, что тут не помочь, конечно, мужикам в тайге. Святое дело. Садись, 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 звонись. Садись, садись. Ну вот, в легкую машинку сдернули Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пару баб Пару баб Пару баб Пару баб Пару баб Не важно даже то поймаем мы сегодня эту рыбу или не поймаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И никогда не видел, чтобы она была в такой маленькой воде, в таком парке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok вот чувствоваться что он очень-очень-очень хотя может или ногу почему такой белесый таймишонок таймишонок светлый бок такой серебристый чё-то зацепил сразу же почувствовал что игра в обе разбилась и эти веточка то есть несмотря что вот этот дрын до 75 грамм эти малейшая веточка я почувствовал что воблер перестал играть ну вот она и первая поклевка у андрея андрей подсёк своего таймишонка ты его сначала подтащить подводи подводи вот я спокойно вода я тебе место уступаю переходи андрей в воде его со струи ну а нам стоит наслаждаться этим зрелищем как андрюха вытаскивать первого в этом сезоне таймишонка вот а он вот а он первый таймишонок молодец андрюха но этот нормально взял да на мэпс да ну вот чё поздравляю братела вот настала пора и мне что-то поймать маленький-маленький таймишонок вот андрюшка обрыбился и я тоже обрыблюсь но только вообще очень маленький взял он вот на этот вот скрэнк ой какой карандашик маленький-маленький ради тебя приехали красавец вот мой первый в этом сезоне таймишонок вот побежал смотри пока-пока ну я сегодня уже вот и второй мой красавчик красавчик мелкий но тем не менее для первой рыбалки вполне себе имеет место быть давай распутывайся дорогой ты мой а я тебя уже ну вот этот уже чуть-чуть покурю не-не-не давай-давай-давай-давай маленький ты мой красавчик смотри бог подраный андрюш хавали его хавали давай пока-пока конечно сказать честно это Андрей не тот аж и обеда сейчас вот здесь вот на повороте был выход очень такого весьма хорошего таймения за десяточку дошел до самой лодки за этим кренком и развернулся ушел то есть брать он его не захотел этого кренка почему-то вот мы здесь в конце остановились покидать посмотреть ну вообще в принципе у меня сегодня было уже сколько у меня Андрей 4 выхода уже было да 4 выхода было я видел 2 линка выходила 3 таймишонка а не какое 2 линка и 2 таймишонка выходила вот и 2 таймишат я маленьких поймал вот то есть как бы интересно то есть для открытия сезона радости полная штаны блин вообще как бы жизнь удалась на сегодняшний день уже кайф как бы тестю я как бы сказать не то чтобы тестю а я обычно впиваюсь приманку то есть если я беру уже какую-то приманку то я стараюсь ей отловить ну достаточно много времени понять это у нас крэнк от лаки крафт вот его маркировочка лс 3.5 рт в хабаровске на распродаже взял они по 380 рублей продавались еще была скидка и что-то он мне там достався за 360 или за 365 рублей лаки крафтовский крэнк я посчитал что это для лаки крафта вкусная цена от этого я начал его облавливать и практика показывает что берет рыба ловит ловится крэнк нормально играет претензий к нему в принципе никаких нет